Серия Half-Life и Portal не просто так считаются одними из самых высокооцененных проектов в игровой индустрии. Эти игры разрывали шаблоны и поражали своей глубиной, оставив след в сердцах миллионов фанатов по всему миру. И пусть компания Valve все еще не выпустила прямого продолжения этих игр. Для меня это не повод не рассказать про эту вселенную. Поэтому я решил восстановить полную хронологию этих игр, насколько это возможно. В данное видео будет включено все, что считается каноном, и я уверен, что ты узнаешь что-то новое для себя. А так как с недавних пор и в данной вселенной есть параллельные, некоторые малозначительные проекты я упоминать не буду. Этих вселенных на самом деле бесчисленное множество. Например, в одной из них главный герой серии Half-Life не стал физиком-теоретиком, а выучился на программиста. Ведь Гордон понимал все преимущества данной профессии, в частности ее востребованности и универсальности. Теперь ему не нужно было ехать 20 минут на вагонетке к рабочему месту, ведь он мог работать удаленно. И если ты хочешь так же, как и Гордон из параллельной вселенной, то я тебя обрадую. Попасть в эту прибыльную нишу совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд. Например, можно стать разработчиком на Python. Это один из самых популярных языков программирования с огромной сферой применения. Приложения, сайты, игры, ну и так далее. Ну а где тебя могут этому обучить? Конечно же на курсе FullStack разработчик на Python от онлайн-школы SkillFactory. Обучение здесь проходит через реальный опыт на кейсах крупных российских компаний. А по окончанию у тебя будет 10 собственных проектов и диплом о профессиональной переподготовке. А карьерный центр SkillFactory поможет с трудоустройством как в России, так и за рубежом. Что мне особенно нравится, так то, насколько школа уверена в своем продукте. Ведь если ты не найдешь работу после обучения, то тебе вернут деньги. А по промокоду UGEN тебя ждет дополнительная 5% скидка, которая суммируется с другими акциями компании. Так вот, что хочу сказать тебе, дорогой друг. SkillFactory дает все возможности изменить свою профессию и жизнь в лучшую сторону. Дальше все зависит только от тебя. Может быть ты новый Джон Кармак или Гейб Ньюэлл. Кто знает? Поэтому не откладывай свое будущее в долгий ящик. Переходи по ссылке снизу и регистрируйся. Я уверен, у тебя все получится. Ну а я, пожалуй, начну рассказ. Эта история начинается с 1940-х годов, когда молодой парень по имени Кейв Джонсон основал компанию Aperture Pictures по производству высокотехнологических занавесок для душа. Судя по всему, занавески были отличными, ведь уже в 43-м Джонсон получил награду «Лучший продавец занавесок для душа». Непонятно, что было такого особенного в этих занавесках, но за счет их продаж молодой предприниматель сколотил целое состояние, благодаря чему уже через год в 44-м он купил соляную шахту в Мичигане и переделал ее в научно-исследовательскую лабораторию. Несколько лет компания процветала, и впоследствии в 47-м Джонсон решил применить более широкий научный подход к своей компании, переименовав ее во всем известную Aperture Science. Джонсон сосредоточился на экспериментальной физике как на новом направлении компании и не жалея средств привлекал на работу самые светлые умы, что тоже дало свои плоды. В том же году Aperture получила награду «Лучшая новая научная компания» от Американского университета науки и бизнеса. Шли годы, и компания Джонсона быстро разрасталась в недрах соляной шахты, обрастая новыми отделами для тестирования продукции компании. Хоть основной доход, по большей части, по-прежнему приносили те самые занавески для душа. Параллельно с этим где-то в пустыне Нью-Мексико при финансировании правительства США строят подземный комплекс, позже получивший название «Черная меза». Пустыня была выбрана не случайно, ведь «Черная меза» строилась во время Холодной войны для запуска межбаллистических ракет и тестирования комплекса пусковых шахт. И только позже комплекс был превращен в огромный гражданский институт, занимающийся исследованиями практически во всех мыслимых областях. А тем временем продукция Aperture продолжала продаваться общественности и правительству, и давно вышла за рамки инновационных занавесок. Ко всему этому вся продукция проходила строгий контроль тестирования, что не могло не сказаться на превзойденном качестве конечного продукта. Поэтому, благодаря своей безупречной репутации, Aperture смогла привлечь к тестированию своих продуктов выдающихся людей – астронавтов, олимпийцев и даже героев войны. Продукты компании, такие как автоматизированная защитная турель, отталкивающий гель и устройство квантового туннелирования, сподвигали ученых в Aperture и дальше выходить за рамки привычной физики. Но по мере развития компании, Джонсон понял, что не может лично контролировать или участвовать в каждом аспекте Aperture. Поэтому нанял себя ассистентку по имени Кэролайн и записал различные голосовые объявления для обращения к испытуемым и сотрудникам компании, дабы те всегда ощущали его присутствие. Да, этот мужик был странным. Но это не помешало в 1956 году подписать контракт с правительством на производство душевых занавесок для всех ветвей вооруженных сил США, за исключением военно-морского флота. И где-то в это время Киев узнал о существовании комплекса «Черная меза», где разрабатывались похожие идеи. И в тот период времени Aperture не знал обет, поэтому и Джонсон не сильно переживал за конкурента. Но все начало меняться в 60-х. Период финансового бума компании Джонсона проходит. В то время как многие продукты все еще находились на стадии тестирования, часть уже выпущенных пришлось убрать с полок магазинов из-за нарушений в области здравоохранения и безопасности, из-за чего у компании начинаются трудности. Поэтому Джонсону даже пришлось закрыть шахту тестирования номер 9 на случай, если нагрянет проверка. А скрывать было что. Ведь еще в 50-х годах на своем пике компания проводила не совсем гуманные или даже законные эксперименты в этой шахте. Например, ученые пытались произвести генетическую модификацию ДНК человека посредством объединения с ДНК богомола или попытки превратить кровь в чистый бензин, что, конечно же, приводило к смерти испытуемых. Поэтому, когда нижние ярусы в исследовательском центре запечатали, ученые компании начали работать над более безопасными проектами, что расстраивало Кейва. Ко всему этому, черная меза начала вырывать ветвь первенства у Эперчер, и комплекс в пустыне начал превращаться в одну из ведущих научных сил в мире. Ведь благодаря финансированию правительства и секретным технологиям, черной мезе было под силу изучать отрасли, которых не было у Джонсона. А к 1968 году у Эперчер дела стали еще хуже. Их продукция с трудом продавалась, да и репутация была уже не той. Это печалило Джонсона, ведь он был уверен, что черная меза просто ворует его идеи, выдавая их за свои. Вдобавок ко всему, Эперчер вызвали на слушание в Сенат США по делу о пропавших астронавтах во время одного из испытаний, что повлекло за собой расторжение всех контрактов с правительством США, из-за чего Джонсон был вынужден объявить Эперчер банкротом. Но даже после этого комплекс продолжал работу. Киев надеялся, что они смогут прийти в норму и каким-то чудом уговорил ученых продолжить работу. Все это сильно сказалось на нем, но его помощница Кэролайн поддерживала его все это время, из-за чего со временем стала его доверенным лицом. Не имея возможности нанимать нормальных испытуемых для тестирования своей продукции, Джонсону пришлось нанимать даже бездомных, а позже сирот, пациентов, психбольниц и стариков. Это приводило Киева в зярость, и он даже не пытался скрывать своего отвращения к бедолагам. Это был очень рискованный шаг, нанимать бомжей с улицы за 60 долларов, но оправданный. Ведь именно это помогло компании пережить полный крах. Но была еще одна проблема. Киев помешался на том, что Черная Меза украли его идеи, и он даже вызвал их в суд, но доказать ничего так и не смог. В 70-х годах компания снова была на грани, Но Джонсон был полон решимости вновь раздвинуть границы с помощью новых технологий. Он снова открыл шахту номер 9 и начал проводить опасные эксперименты. В 71-м году была построена пристань, и ученые начали некую работу. Все происходило под строгой секретностью, поэтому известно немного. Лишь то, что был задействован некий ледокол и незаконченная технология телепортации. И хоть, как я сказал ранее, этот эксперимент был очень секретным, о нем все же прознали ученые из Черной Мезы. Так или иначе, в 80-х годах компания Киева оставалась в упадке. Отчаянно пытаясь выпустить новый успешный продукт, Джонсон в 81-м году покупает массу лунного камня на сумму приблизительно 70 миллионов долларов. А все для последующего создания специального геля. Но преобразовывая камни в этот самый гель, ученые выяснили, что лунная пыль служит отличным проводником для порталов. Поэтому открытие порталопроводящих способностей лунного камня подтолкнуло Джонсона принять активное участие в создании преобразующего геля. Однако, во время разработки геля Джонсон тяжело заболел из-за продолжительного контакта с лунной пылью, что привело к постепенному разрушению дыхательной системы и отказа обеих почек. И по мере того, как его здоровье ухудшалось, он все больше начал полагаться на Кэролайн, которая по-прежнему не оставляла его. Так вот, Киев чуть позже разработал трехуровневую программу исследований и разработок. И как говорил он сам, эти разработки будут гарантировать успех его кампании. И хоть две из этих разработок не прижились, третья, проект Портал, должен был возобновить тестирование с устройством квантового туннелирования, ну или, если еще проще, с портальной пушкой. Этот проект был заточен на создание порталов с помощью, как ни странно, портальной пушки. И для дальнейшей разработки этого проекта Джонсон построил центр развития внутри комплекса с множеством камер для тестов. А черная меза тем временем разрослась еще больше. На объекте было множество секторов и комплексов, но самый впечатляющий был в секторе F, он же комплекс Лянда. Здесь группа ученых построила свой телепорт, и с помощью него даже открыла проход в мир, известный как Зен. С этим открытием черная меза создала исследовательские группы и отправляла их в Зен для изучения местной флоры и фауны. И в этом мире ученые обнаружили множество различных новых видов, но после тщательного изучения выяснилось, что мир Зен кажется не родной дом этих существ. Тем временем дела у Джонсона становились все хуже, с каждым днем его тело и разум становилось все слабее. Желая обмануть смерть в 82-м, отчаявшийся Джонсон приказывает своим инженерам начать разработку компьютера, на котором можно было бы разместить человеческий разум, грубо говоря, искусственный интеллект. Но также Кейв понимал, что он, возможно, умрет раньше, чем придумают такую машину. Поэтому он оставил несколько инструкций на случай своей преждевременной кончины. Во-первых, если Джонсон умрет до завершения проекта, наследовать его место в качестве директора Эперчер должна его помощница Кэролайн. А во-вторых, когда система искусственного интеллекта все же будет завершена, разум Кэролайн должен быть загружен в систему. И совершенно не важно, хочет она того или нет. После этого Кейв Джонсон все же умирает, а Кэролайн становится директором компании. Тем временем исследования мира Зен не проходят зря. Одна из экспедиций обнаружила кристаллы, обладающие очень интересными свойствами. Но для полного анализа ученым была необходима специальная машина. И один из самых выдающихся умов, работающих в комплексе Лямбда по имени Розенберг, создал такое устройство, которое назвали антимасс-спектрометр. С помощью этого устройства ученые быстро обнаружили, что благодаря найденным в Зене кристаллам в теории можно создавать червоточины для перемещения. Как у портальной пушки, но с немного другим принципом работы. Поэтому ученые черной мезы и начали ломать себе голову, как же все-таки открывать эти порталы. А тем временем, если точнее через несколько лет, один из самых амбициозных проектов Aperture провалился. Тот самый ледокол под названием «Борей» и ученые бесследно исчезают. И так, как эксперимент находился под строжайшим секретом, что случилось с кораблем и командой, неизвестно. Но так как в данном эксперименте использовалась технология телепортации, были выдвинуты предположения, что корабль и ученые переместились далеко за пределы исследовательского комплекса. Но где они сейчас, также остается неизвестным. Уже в 90-е годы пока мало кому известный парень по имени Гордон Фримен поступает на учебу в MIT. За годы своего обучения он произвел неизгладимое впечатление на своих преподавателей и сверстников. Одним из профессоров в его институте был ученый по имени Айзек Клейнер, широко известный в научном сообществе, благодаря своим исследованиям по телепортации. Клейнер и Фримен хорошо ладили между собой, и последний остался под большим впечатлением об ученном. А тем временем, в 96-м году в Эперчер подходила к концу создания той самой машины, о которой просил Киев Джонсон. Данное устройство строили не только из прихоти бывшего директора компании, но и с расчетом на то, что такая машина сможет помочь ученым из Эперчер обойти их главного конкурента, Черную Мезу. Машина представляла из себя симбиоз между генетической формой жизни и дисковой операционной системы, поэтому и название ей дали соответствующее – Гледос. Ученые понимали, что при первой активации Гледос она может повести себя не так, как они планировали, поэтому, когда строительство близилось к завершению, в центральном зале был размещен красный телефон, на случай, если Гледос обретет сознание и начнет активно захватывать власть в комплексе. Суть красного телефона проста – если с Гледос что-то пойдет не так, звонят специальному сотруднику, и он должен был отключить искусственный интеллект. В общем-то и все. Так вот, спустя время, когда машина была почти готова, оставался последний штрих – загрузить в Гледос сознание Кэролайн, как того желал Кейв Джонсон. Неизвестно, пошла ли женщина на это сама или ее заставили. Известно лишь то, что после того, как в Гледос загрузили сознание Кэролайн, все записи о ней исчезли. Как я уже говорил ранее, конечной целью проекта Гледос было узнать, получится ли ученым из Эперчер загрузить сознание человека в систему, которая будет контролировать весь объект, помогать ему эффективно работать, а самое главное – ускорить работу по другим проектам компании, тем самым вернув себе ветвь первенства в гонке исследований между Черной Мезой и Эперчер. В 98-м году Гледос была активирована несколько раз, но была быстро выключена из-за того, что она раз в 1.16 пика секунды становилась агрессивной и хотела убить всех обитателей комплекса. Все это выглядело полным провалом, ведь личность Кэролайн, судя по всему, полностью была подавлена искусственным интеллектом Гледос. Но сам факт того, что такой эксперимент удался, воодушевил ученых на продолжение работы над проектом. И не испугавшись, ученые начали делать попытки изменить личность Гледос и обуздать ее путем добавления различных модулей личности. Эти модули представляли из себя независимые сферы, также имеющие искусственный интеллект. Например, модуль любопытства – любознательный, довольно активный болтун, или модуль интеллекта, название которого говорит само за себя. Правда, некоторые из этих модулей были выключены и помещены на хранение. Одним из таких был модуль персональности, ну или, если говорить более понятным языком, модуль смягчения интеллекта, который позже станет известен как Уитли. Параллельно с этим, один из ученых разрабатывал модуль Морали, который должен был выступать в роли совести для Гледос, а также сдерживать ее орудия, такие как ракетницы. И хоть вся эта затея с модулями большинству казалась надежной, один из ученых по имени Даг Ратман уже тогда был настроен скептически, ведь, по его словам, неужели все всегда прислушиваются к своей совести? Так или иначе, когда модули доработали, их установили в Гледос и запустили ряд проверок с целью выяснить, как теперь искусственный интеллект будет себя вести. И ученые пришли к выводу, что им получилось обуздать недружелюбность Гледос. Они даже планировали продемонстрировать ее на первом ежегодном празднике, приведи дочку на работу. Но и здесь все пошло не так, обернувшись катастрофой. По-видимому, Гледос снова намеревалась всех убить. Тем временем, Фриман был приглашен в Индбрукский университет и присутствовал на ранних экспериментах по телепортации, проводимых Институтом экспериментальной физики. Гордон был разочарован их медленными темпами и недостаточным финансированием. И охваченный своей мечтой, ученый начал искать работу вне образовательных учреждений. И фортуна улыбнулась ему. Ранее упомянутый Кляйнер, бывший наставник Гордона, взялся за некий секретный проект в исследовательском центре «Черная меза» и стал искать талантливых помощников. Выбор был из двух претендентов на должность, между Гордоном и девушкой по имени Джудит Мосман. Но, недолго думая, Кляйнер отдал предпочтение молодому физику-теоретику. И в скором времени Гордон Фриман переехал в пустыню, в комплекс «Черная меза». В начале 2000-х Аперчер все еще трудилась, чтобы запустить свои многообещающие проекты. И одним из главных все еще был проект «Портал», где, как и обычно, требовались испытуемые. Где-то в это время молодая девушка по имени Чел попыталась подать заявку на участие в программе тестирования портальной пушки, но по каким-то необъяснимым причинам ее кандидатуру отвергли. Ходили слухи, что это из-за того, что она была дочерью одного из ученых, но подтвердить это я никак не могу. Тем временем, спустя какое-то время, ученым из Аперчер наконец получилось запустить Глэдос без происшествий. Искусственный интеллект утверждал, что потерял интерес к убийствам, и теперь только жажда науки и желание научиться экспериментировать с сознанием движет ею. И хоть сознание Кэролайн все еще никак не проявляло себя, ученые все равно были рады тому, что объект их многолетних работ наконец начал приносить плоды, хоть и нашелся один человек, все равно не доверяющий Глэдос, ранее упомянутый Даг Ратман. И тем не менее, в следующие недели, а может и месяцы, Глэдос успешно помогала и сотрудничала с учеными, из-за чего между ними установилось некое доверие. И поэтому, в честь уже ежегодного мероприятия «Приведи дочку на работу», Глэдос хотела продемонстрировать эксперимент Шрёдингера. По ее словам, у нее было все необходимое, и коробки, и кошки, ей лишь нужно было немного нейротоксина. Это, конечно, насторожило большинство, но нехотя ученые согласились, ведь она уже несколько месяцев не показывала никаких признаков враждебности. Но как же они ошибались? В день, когда проходило мероприятие, и очередь дошла до Глэдос с ее экспериментом, она, обладая почти полным контролем на объекте, в течение двух пикосекунд заблокировала весь комплекс, не давая возможности как попасть на объект, так и выбраться из него наружу, а после отравила большинство ученых с помощью того самого нейротоксина. Технически Глэдос не соврала, она провела свой эксперимент, ведь люди в комплексе для внешнего мира были как живы, так и мертвы одновременно. А те счастливчики, что умудрились пережить отравление, каким-то чудом смогли установить тот самый модуль морали в Глэдос. И хоть искусственный интеллект действительно стал более мягким, если так можно выразиться, выжившему персоналу это не сильно помогло, ведь они стали подопытными для Глэдос в ее, казалось бы, бесконечных тестах. Но одному ученому получилось не попасть в импровизированное рабство, ранее упомянутому Дагу Ратману, программисту Веппорчер. Ведь он изначально скептически относился к искусственному интеллекту Глэдос, а когда обнаружил своего отравленного коллегу, сразу понял в чем дело и скрылся в районе комплекса, где не было видеокамер. И хоть Глэдос и сделала то, что сделала, у нее все еще оставалась одна главная задача — обойти черную мезу в гонке за технологией телепортации. Тем временем в ранее упомянутой черной мезе научный сотрудник Колит Грин заканчивает анализ нового кристалла из Зен. Несмотря на то, что эксперименты Грин показали неожиданные колебания при спектральном анализе, она все же определила его как чистейший и крупнейший образец среди тех, что у них есть в наличии. Из-за чего этот кристалл в предстоящем эксперименте решили пустить в работу, заменив им другой, более стабильный образец. Тем временем прошло уже несколько недель, как Глэдос захватила объект, а Дак Ратман успешно скрывался от нее по всему комплексу, наблюдая, как его бывшие коллеги умирают во время тестов. И даже если бедолаги следовали полным указаниям искусственного интеллекта и даже проходили тесты до конца, это всегда заканчивалось одинаково — их обманом заманивали в мусорозжигательную печь, пообещав торт. Сам Ратман был шизофреником, поддерживающим свое ментальное здоровье с помощью различных лекарственных препаратов. Но из-за полной изоляции лекарства быстро заканчивались, и по итогу у Ратмана осталось буквально несколько таблеток на самый важный случай. Из-за того, что шизофрения программиста начала проявлять себя с новой силой, Ратман подружился с кубом-компаньоном. Это такой предмет, созданный Эперчер, для различных тестов. Естественно, он не воодушевленный, но когда шизофреника могло останавливать что-то подобное, Ратман представил, что куб — его помощник, и долгое время путешествовал по комплексу именно с этим кубом, считая его своим помощником и голосом разума. Конечно, Ратман размышлял о том, как уничтожить Глэдос и выбраться из комплекса, но он пришел к тому, что он точно такой не осилит, в силу ранее мною сказанного. Но все же ему в голову пришла идея. Дело в том, что в комплексе было множество камер стазиса. Это такой резервуар, где хранились испытуемые, ожидающие своего пробуждения для последующего тестирования портального устройства. Ратман проникнул в картотеку данных с потенциальными претендентами на тестирование и, тщательно изучая личные дела, наткнулся на мною ранее упомянутую девушку по имени Чел. В ее деле было указано, что она невероятно упрямая и никогда не отступает, вне зависимости от того, какая преграда на ее пути. Поэтому Ратман посчитал, что она станет идеальным подопытным для Глэдос, так как Чел никогда не смирится с поражением. Именно поэтому Ратман перенес Челс 1498-го на первое место в списке претендентов на тестирование, а сам снова спрятался, ожидая, когда Глэдос пробудит его потенциального спасителя. А тем временем в Черной Мезе еще один ключевой персонаж, офицер охраны среднего уровня и по совместительству друг Гордона Фримена, Барни Колхун, прибыл на свою смену. Так, а теперь реально пауза. Как насчет того, чтобы попробовать немного криминала? Давай я расскажу тебе немного про Амейзинг Онлайн. Безграничный мир России встает прямо перед тобой. Ты можешь работать, добывать секретные ресурсы на шахте или командовать целой армией, будучи генералом. Может быть, ты хочешь стать сотрудником ДПС или просто полицейским? Хотя... Может быть, ты хочешь подняться другими способами и стать самым влиятельным бизнесменом сервера? Интуитивно понятный интерфейс, удобный и простой инвентарь персонажа, нестандартная работа для новичков, супер детализированная система номеров с выбором региона любой страны в СНГ. И все это лишь очень, очень малая часть того, что там есть. Играй, знакомься, властвуй, покупай, обменивайся, тюнингуй, совершенствуй. Загляни в описание или отсканируй QR-код на экране, и тебя ждет секретный подарок, дружище. Поэтому увидимся на Амейзинге. 16 мая в 2000-х в Черной Мезе готовился очередной эксперимент с участием антимасс-спектрометра. Но этот самый эксперимент был не совсем обычный. Образец кристалла, который проанализировала Коллет Грин, GG3883, оказавшийся самым чистым из всех, которые девушка-ученый когда-либо видела, должен был продвинуть проект по телепортации. Администратор Черной Мезе, человек по имени Уолис Брин, оказал невероятное давление на ученых, ведь по его словам, он сделал очень многое, чтобы этот образец кристалла попал ему в руки. Сам по себе антимасс-спектрометр работал без перебоев на 90% мощности, но Брин настаивал, чтобы команда ученых сделала все возможное для работы с образцом GG3883, из-за чего планировалось запустить антимасс-спектрометр на 105%, несмотря на возмущение некоторых ученых, таких как Элай Венс и уже упомянутого мной ранее доктора Розенберга. С самого раннего утра команда ученых подготавливалась к предстоящему эксперименту, но из-за дополнительной мощности необходимой антимасс-спектрометру. В остальных частях Черной Мезе наблюдались сбои в электроприборах, а местами электричество отключалось полностью. Также подозрительно выглядело то, что множество людей заметили на территории незнакомого человека в деловом костюме и с небольшим чемоданчиком. Никто не знал, кто он и что здесь делает, но из-за предстоящего эксперимента про него все как-то быстро забыли. Из-за дополнительного объема работ для подготовки ученые выбились из графика, но по совпадению и Гордон Фриман опаздывал. А ведь именно Гордону было поручено доставить кристалл прямиком в антимасс-спектрометр, тем самым начав эксперимент. Но также из-за постоянных перебоев с электричеством, некоторые ученые шептались о том, что есть шанс возникновения некого каскадного резонанса, разрыва между пространством и временем. А в это время на свое рабочее место уже и прибыл доктор Гордон Фриман, также заметивший того странного человека с чемоданчиком. Переодевшись в защитный костюм и направляясь в сторону, где должен проходить эксперимент, по какой-то причине Гордон решил остановиться на кухне и включить микроволновку, испортив чью-то запеканку. А добравшись до камеры наблюдения и получив инструкции от своего бывшего наставника Айзека Кляйнера, Гордон отправился внутрь отсека с антимасс-спектрометром, готовый к выполнению эксперимента. Тем временем в зоне технического обслуживания Джина Кросс, научная сотрудница и руководитель тренировочных курсов с четвертым уровнем допуска, погружает образец кристалла в лифт для передачи его Гордону. И это служит началом самого страшного события, которое когда-либо происходило на планете Земля. Продолжение следует... Когда кристалл попал в луч, он разлетелся в дребезге, вызвав то, чего так опасались некоторые ученые — каскадный резонанс. Это событие открыло множество портальных штормов, которые служили как мост между Черной Мезой и пограничным миром Зем. Из-за чего исследовательский центр подвергся массовой атаке. Пришельцы из параллельного мира ведут себя крайне враждебно по отношению к ученым из научного комплекса. Практически весь персонал был истреблен. Резонанс кристалла спровоцировал сильный локальный толчок, который вызвал разрушение некоторых конструкций центра и вывел из строя технику и электронику лаборатории. Но пережив катастрофу и выбравшись из тестовой камеры, Гордон встречает Милая Вэнса и Айзека Кляйнера. Они просят Фримена выбраться наружу и позвать помощь, ведь на герой защитный костюм, а значит шансов остаться в живых у него больше. Гордон отправляется в путь, встречая множество враждебных существ и вооружившись монтировкой, которой кто-то ранее пытался заблокировать дверь, Фримен отправляется за помощью. Тем временем еще одному ученому по имени Ричард Келлер, а также уже знакомым Джинне Кросс, Коллет Грин и доктору Розенбергу, получилось спрятаться. Келлер намеревается сделать все, чтобы закрыть образовавшийся пространственный разлом, через который на Землю проникли пришельцы из Зена, а Джинна Кросс и Коллет Грин проводят доктора Розенберга на поверхность, чтобы тот отправил сигнал бедствия. Розенберг решает дождаться военных, а девушки возвращаются к Келлеру, и ученый послает дам активировать подавляющие шлюзы, чтобы перезапустить подавляющее поле, которое поможет избежать повторного каскадного резонанса. Пришельцы продолжают хаотичную телепортацию, а спустя время в небе наконец пролетают вертолеты, знак прибытия военных, а значит Розенбергу получилось вызвать подкрепление. Правительство США, получив сигнал бедствия, моментально отправили на помощь в Черную Мезу боевое подразделение для действия в особо опасных условиях окружающей среды, ну или же сокращенно ХЭКУ. На борту одного из вертолетов 22-летний капрал по имени Адриан Шепард. Он со своим отрядом толком не знают, что им необходимо делать на объекте, им лишь сообщили, что всех проинструктируют о миссии уже непосредственно на месте. Даже несмотря на то, что их готовили к этой операции. Словно кому-то или чему-то было известно, что произойдет 16 мая в Черной Мезе, задолго до того, как все это произошло. Солдат прерывает резкий толчок, одна из инопланетных форм жизни сбила вертолет с Шепардом, из-за чего он и его отряд разбиваются. Тем временем охранник Барни Колхун ремонтировал лифт, когда произошел резонанс, и оборвавшись от строп, лифт начал падать вниз, из-за чего Барни потерял сознание от удара. После, когда он пришел в себя, он увидел несколько инопланетных существ, поедающих труп другого охранника. Оба ученых в лифте мертвы, и герою приходится в одиночку продвигаться по промышленной области Черной Мезы, в надежде найти помощь. И во время продвижения по канализации, он становится свидетелем того, как прибывшие солдаты Хэку сбрасывают в открытые канализационные люки убитых людей из персонала. Барни сразу же понимает, что войска правительства пытаются скрыть инцидент, не давая персоналу комплекса эвакуироваться на свободу. Отряды Хэку здесь не для того, чтобы помочь выжившим. Они пришли, чтобы зачистить Черную Мезу от всех свидетелей. В конце концов, Барни находит Розенберга, теперь уже прячущегося от солдат. И ученый говорит, что единственный способ спастись и не быть убитыми использовать старый телепорт в заброшенной лаборатории прототипов. Если тот, конечно, еще работает. Но так или иначе, не имея других вариантов, парочка отправляется в путь. Тем временем, и Гордон Фриман узнает от других ученых, что в Черную Мезу уже прибыли военные, чтобы спасти их. Но, чуть позже, столкнувшись с военными лично, герой сразу же понимает, что солдаты здесь явно не для помощи. В это же время, Кулет Грин и Джина Кросс во главе с доктором Келлером понимают, что закрыть порталы не получается возможным, ведь там, в мире Зен, что-то удерживает многочисленные порталы изнутри, не давая возможности закрыть их. А Гордон, тем временем, успешно уничтожающий существ из Зена, а также солдат Хэку, едет по монорельсам старой грузотранспортной системы Черной Мезы. Встречный охранник передает Гордону послание от одного из ученых. В пусковых шахтах высотного центра запуска находится спутник, который может помочь команде Лямбда ликвидировать последствия каскадного резонанса. Поэтому Гордону необходимо добраться до пусковых шахт и запустить этот спутник. Углубляясь в подземелье транспортной системы, Фриман обнаруживает настоящую ненависть солдат к нему, ведь он стал для них настоящей занозой в заднице. Но так или иначе, Гордон вскоре выбирается на поверхность, где уже наступила ночь. На стартовой площадке с помощью данных, полученных Грин и Кросс, Гордону получается запустить спутник, после чего ему снова приходится уйти под землю. Параллельно с этим правительство поняло, что выделенной боевой силы недостаточно для зачистки Черной Мезы. Инопланетные формы жизни с легкостью выкашивают всех вооруженных солдат. Поэтому было решено отправить в Черную Мезу еще один отряд, Black Ops. Элитное подразделение отлично подготовленных бойцов-убийц. Цель этого подразделения такая же – уничтожить всех выживших на объекте, включая ранее отправленных Хэку, которые не справились с поставленной задачей. Кросс и Грин, тем временем, пробравшись по канализации, попадают в гамма-лаборатории, где находят смещающий маяк, который и может помочь обратить каскадный резонанс. Ведь с помощью Фримена необходимый спутник уже активирован, поэтому, отбившись от полчищ существ из Зена, девушки активируют его. Барни и Розенберг же достигают старой части научно-исследовательского комплекса Черной Мезы – лаборатории прототипов, где ученый пытается восстановить устройство телепортации. Примерно в это время Гордон попадает в засаду военных, которые его оглушают. Хоть им и был дан приказ доставить Фримена живым на поверхность, для дальнейшего допроса, вояки и без того злобленные на него за то, что он пачками убивал их напарников, решают сбросить его в уплотнитель для мусора, тем самым не оставив даже следов. А Барни и Розенбергу, наконец, получается запустить устройство. Ученые прыгают в портал, пока Барни прикрывает его спину. Когда же очередь доходит и до охранника, старая технология начинает сбоить, перемещая Барни в разные места. Например, в кладовую, где он мог лишь беспомощно наблюдать, как его друга Гордона тащат к прессу для мусора оперативники Хэку. Но спустя несколько секунд, Барни наконец телепортируется наружу к Розенбергу и другим спавшимся ученым, успевшим в его отсутствии открыть ворота и найти рабочую машину. И Барни, осознавая, что уже не в силах помочь своему другу Фримену, покидает черную мезу с учеными на внедорожнике. Но Барни зря переживал, ведь Гордон пришел в себя гораздо раньше, чем на то рассчитывали солдаты. После побега из уплотнителя, Гордон обнаруживает, что единственный путь выбраться из комплекса, это пройти через пустующий комплекс по переработке отходов. Поскольку этот самый комплекс работает автономно и все двери заперты, единственным выходом остаются конвейерные ленты, связанные с другими частями черной мезы. Пресса и уплотнитель отходов, чаны с радиоактивной жидкостью, печи для сжигания мусора, становятся смертельными ловушками. Однако Гордон удается успешно их миновать, после чего он, наконец, попадает в секретные лаборатории. В этих самых лабораториях Гордон обнаруживает, что здесь учеными проводились исследования существ из Зена еще задолго до инцидента. Например, одним из самых опасных существ оказывается пехотинец пришельцев, бронированный монстр, вооруженный биологической пушкой. А также на верхних этажах лаборатории Гордон находит прототип Тау-пушки разрушительного оружия. Там же Фриман активирует лазерные установки, которые подают энергию на лазерный излучатель, достаточно мощный, чтобы разрушить стену заграждающим щитом. Через образовавшийся проход Гордон спускается на нижний этаж и находит троих ученых, которые помогают ему покинуть комплекс. Открыв двери с помощью устройства считывания сетчатки глаз, напоследок они предупреждают Фримана о настоящей войне, происходящей снаружи комплекса. Но Гордон все равно выходит на поверхность. Однако, там дела действительно даже хуже, чем внутри. Поверхность стала полем битвы между пришельцами и военными, причем солдаты проигрывают. Морпехи вызывают подкрепление, но этого все равно недостаточно. Поэтому Гордону приходится обогнуть часть территории комплекса по внешним скалам каньона, забираясь все выше. Но, к счастью, он находит относительно безопасное место под землей. Немного ранее капрал Адриан Шепард наконец пришел в себя в лазарете, куда его притащили выжившие люди из персонала Черной Мезы, ученые, которых он должен был убить, хоть он пока и не знал о целях своей миссии. Оказывается, что он единственный выживший солдат в округе, и по мере своего продвижения он видит множество трупов людей, убитых пришельцами. Достигнув места своего крушения, капрал находит радио и связывается со своим отрядом. От них он узнает, что объявляется эвакуация военных из Черной Мезы и назначается новая точка сбора. Адриан начинает прорваться к ней через множество враждебно настроенных обитателей мира Зен, но все же добравшись до точки эвакуации, все тот же таинственный человек в синем костюме не дает герою уйти просто так и закрывает дверь прямо перед самым носом капрала, из-за чего вертолет улетает без него. А Черная Меза подвергается массированной бомбардировке с воздуха для прикрытия отступления. Шепард начинает искать другой выход из комплекса. Он проходит через служебное помещение и замечает, что на нижних уровнях уже началась ассимиляция флоры Зен с природой нашей планеты. После капрал находит в офисе спецназовцев, которые так же, как и он, не успели покинуть комплекс. И вместе они продолжают поиски, попутно расчищая себе путь от инопланетных войск. Между тем, Гордон спускается в подземное хранилище, чтобы спрятаться от бомбардировок, где проходят подземные водные каналы, стараясь не столкнуться с врагами, и в итоге выбирается на поверхность ко входу в комплекс Лямбда. Там он обнаруживает команду ученых, спрятавшихся от пришельцев и солдат, а также узнает, что атака пришельцев не просто случайный инцидент, а словно одна большая наступительная операция. Закрыть эти порталы не получается возможным, поскольку какое-то могущественное существо из пограничного измерения не дает этого сделать. И единственный способ закрыть порталы, это устранить то самое существо в пограничном мире. И эту задачу возлагают на Гордона Фримена, ведь он единственный в защитном костюме, и ко всему этому он смог пройти через весь ад, что происходил в комплексе. Ученые собираются использовать другой телепорт, который когда-то использовался для сбора образцов в мире Зен. Гордону предоставляют все необходимое снаряжение, а также специальный модуль длинных прыжков для костюма, который должен помочь в перемещении по малоизвестному миру Зен. Но во время подготовки телепорта в лабораторию начали проникать неизвестные летающие существа. Тем временем, все тот же Капрал Шепард, снова оставшийся один, путешествуя по комплексу, попадает прямо в телепортационный зал, видя со спины Фримена, скрывающегося в портале. Отбиваясь от пришельцев, в надежде спастись, Капрал также прыгает в новообразовавшийся портал и попадает в Зен. Там он находит странное устройство, напоминающее портальную пушку из Эперчер, правда работающую крайне нестабильно. Она, в отличие от устройства конкурентов, словно перемещает пользователя в абсолютно рандомные места. В одном из таких мест Адриан находит безжизненное тело девушки. Для него она просто сотрудница Черной Мезы, но кажется, это наша знакомая Джина Кросс. Неизвестно, как она попала в мир Зен, а самое главное, зачем? Ведь она, ее напарница, и без того сделали все возможное, чтобы закрыть портал. Но так или иначе, Шепард быстро понимает, что здесь ему уж точно делать нечего, и ему получается вернуться в наш мир, но уже не в телепортационный зал, а в разрушенную лабораторию. Шепард проходит по помещениям комплекса, где изучалась флора и фауна Зена. Здесь же он и узнает, что ученые Черной Мезы уже давно тестируют разнообразных существ из Зена и даже добиваются некоторых успехов. Так или иначе, Шепард попадает в отдел для переработки отходов и сталкивается с очередным представителем чужеродной фауны. Но залив червяки слотой, тем самым уничтожив его, Адриан отправляется дальше и встречает тех самых оперативников Black Ops. Капрал узнает истинную цель этого подразделения на объекте, активация ядерного боезаряда, чтобы уже наверняка зачистить весь объект подчистую. Но, не без помощи соратников, Адриан прорывается через подземную стоянку и деактивирует боеголовку. Встретив одного из охранников позже, Адриан узнает от него, что под землей творится что-то странное. Несколько отрядов морпехов спустились вниз, но так и не вернулись. А еще чуть позже Адриан замечает, как уже знакомый нам человек в костюме, снова активирует ядерный заряд. Теперь уже не имея возможности ему помешать, герой понимает, что единственное место, где он сможет скрыться от взрыва, нижние этажи комплекса, те самые, откуда еще никто не возвращался. Гордон тем временем встречает множество пришельцев в их естественной среде обитания, а также находит останки нескольких исследователей Черной Мезы. Перемещаясь между парящими островами с помощью модуля длинных прыжков, Гордон попадает внутрь одного из островов, где активирует естественный портал пограничного измерения. И портал этот переносит Фримена в логово одного из самых опасных обитателей мира Зен, Гонарха. А в это время, Адриан, спустившись вниз, замечает парящие, светящиеся сферы. Исследуя за ними, он обнаруживает огромный портал. Дело в том, что именно за этим порталом стоит некая раса Икс. Существа этой расы прибыли из неизвестного пространства, также привлеченные каскадным резонансом. Раса Икс планировала через этот портал переместить на Землю геночервя для ассимиляции натуральных ресурсов нашей планеты под их собственные нужды. Другими словами, раса Икс планирует терраформировать Землю, сделав ее пригодной для существования своего вида. И именно через этот огромный портал тот самый геночервь и появляется. К счастью Шепарда рядом стояли портативные лазеры черной мезы, с помощью которых ему получилось ослепить пришельца, а после, используя весь свой арсенал, окончательно уничтожить его, тем самым предотвратив вторжение. Но неожиданно появился портальный шторм, и Шепард, попав в него, перемещается в неизвестное место. Капрал приходит в себя уже в вертолете, сидя перед тем самым таинственным человеком. Последний говорит, что ему нравятся такие как Шепард, они напоминают ему его самого. В этот момент происходит взрыв ядерной боеголовки, стеревший с лица Земли, как исследовательский комплекс черную мезу, так и всех, кто остался в нем и его пределах. Также человек говорит, что убедил своих неких работодателей оставить Шепардов живых, ведь у Капрала просто огромный потенциал к выживанию. Но из-за опасности раскрытия секретов Шепардом незнакомец решает отправить Адриана в стазис, сможет навредить ни себе, ни другим. А тем временем Фримен, расстреливая существо издалека и из мест, куда Гонарх не может пробраться из-за своих размеров, заставляет его отступить. Изрядно потрепанный после сражения с чудовищем, Гордон телепортируется на некую фабрику. Там он обнаруживает, что существа, известные как вартигонты, обслуживающие комплекс, ведут себя мирно, если их не трогать, хотя на черной мезе они явно были настроены враждебно по отношению к людям. Как позже выяснится, все это из-за летающих существ, которые контролировали вартигонтов. Но так или иначе, передвигаясь по территории завода, используя странного видолита и конвейеры, Фримен добирается до телепорта, который перебрасывает его к огромному алтарю. И странно то, что этот алтарь очень похож на искаженную и деформированную версию антимасс спектрометра. Но все же, пройдя в портал, ученые обнаруживают то самое существо, которое и не позволяло закрыть межпространственные порталы в наш мир. И это самое существо известно как Нихеланд, и информации о нем мало. Нихеланд не родной житель мира Зен. У этого вида когда-то давно, а может и не очень, была своя планета, где Нихеланды жили в спокойствии. Но в один момент все изменилось. Ведь там, глубоко в космосе, могущественная межпространственная организация, известная как Альянс, путешествовала через вселенные в поисках планет, на которых обитают разумные формы жизни. Империя Альянса обширна и включает в себя неизвестное количество параллельных вселенных, а также империя населена неизвестным количеством разумных существ. Империя расширяется за счет захвата новых миров и выкачивания ценных ресурсов с них, а также использует доминирующий вид на этих самых мирах, так как считает нужным, манипулируя этими самыми видами различными методами, включающими биотехнологии и имплантации. Продукты такой инженерии Альянса синтеты, биомеханические организмы, выполняющие различные функции в пределах империи. И вот, во время очередного исследования вселенных в поисках новых миров, Альянс наткнулся на планету Нихилантов. И точно так же, как они делали это бесчисленное количество раз прежде, Альянс начал подготовку к вторжению. Конечно, Нихиланты пытались дать отпор захватчикам, но все это было безуспешным мероприятием. Альянс взял и этот мир под свой контроль. Захватчики начали изучать обитатели планеты, в частности, самих Нихилантов, чтобы понять, как можно этот вид адаптировать для усиления собственной армии. Но, судя по всему, одной особи Нихилантов, а также множеству других видов, населяющих планету, получилось сбежать с помощью портала. И именно так, почти вся эта живность оказалась в мире Зен. И хоть на тот момент последний Нихилант был в безопасности, он понимал, что Альянс все еще где-то там, в бесконечном поиске ресурсов. Поэтому Нихилант тщательно исследовал мир Зен в надежде найти способ защитить себя, если Альянс появится снова. Именно поэтому Нихилант и поработил большую часть обитателей мира Зен, чтобы создать свою армию для защиты. Но когда человечество открыло этот пограничный мир, Нихилант поначалу просто наблюдал, тщательно изучая людей. А вот когда произошел каскадный резонанс, существо увидело возможность сбежать на Землю, сбежать подальше от Альянса. И именно поэтому Нихилант отправил свою армию в Черную Мезу, чтобы она и начала захват Земли. Но планам огромного пришельца не суждено было сбыться, ведь перед его порогом уже стоял Гордон Фримен. Используя весь свой арсенал, Гордону получилось ослабить защиту а после добраться до ставшего уязвимым мозга существа и уничтожить его. Нихилант умирает и взрывами обрушивает потолок своего логова. Последнее, что видит Гордон Фримен в обрушивающейся пещере, вспышку зеленого света. И когда герой приходит в себя, он лицом к лицу встречается с тем самым таинственным человеком в синем костюме, который известен как Джимен. Последнее останавливает время и отбирает у Гордона оружие, заявив, что оно является государственной собственностью. Он благодарит ученого, заявив, что тот сделал всю грязную работу за него и теперь мир Зен находится под контролем его работодателей. Джимен, так же как и в случае с Адрианом Шепардом, порекомендовал услуги Гордона своим ранее упомянутым, но все еще неизвестным работодателем. После чего Гордон оказывается в таком же вагончике, в котором он ехал в лаборатории Черной Мезы. Однако вагончик находится в черной пустоте, окруженной смазанными белыми вспышками, в обстановке, больше всего похожей на гиперпространство. Джимен дает выбор Гордону, принять его предложение о некой работе или вступить в неравный бой, где у ученого не будет ни единого шанса остаться в живых. Дверь вагончика открывается, за ней образуется небольшой портал, и Гордон, немного поразмыслив, входит в него. И так же, как и Адриан Шепард, попадает в стазис на неизвестный срок. Хоть Нихиланд был уничтожен, а черное месо стерто с лица земли, на этом все не закончилось. Скорее даже наоборот, это стало началом чего-то более ужасного. По всей планете Земля начали появляться портальные штормы, и хоть, как я уже сказал ранее, Нихиланд был уничтожен, его освобожденная армия никуда не делась. Множество существ из мира Зен начали массово появляться во всех точках мира. И хоть некоторые пришельцы, такие как Квартигонты, оказались разумными и даже перешли на сторону людей, это мало чем помогло. Ведь человечеству впоследствии пришлось объединиться, чтобы дать отпор. И правительство вместе с ООН организовали убежище в крупных городах для обычного населения. Но и это далеко не все, ведь человечество столкнулось с новой, гораздо более сильной угрозой. Ранее упомянутая империя Альянса, бесконечно блуждающая в космосе в поисках ресурсов, обнаружила Землю. Когда произошел каскадный резонанс, это повлекло за собой огромный выброс энергии, которую Альянс заметил. Космическая империя, как и прежде, начала изучать планету и обнаружила нечто ценное для себя. Да, Земля и без того неплохая находка. Вода, стримы Ильи Мэдисона, железо и другие не менее ценные ресурсы. Но одна вещь привлекала Альянс больше всего остального. Технология телепортации. Конечно, технологии Альянса сложно даже представить. И, конечно же, у них была аналогичная технология, но только не таких масштабов. Альянс без труда мог перемещаться в пределах своей вселенной, но не более. Поэтому планета Земля стала лакомым куском для космического гиганта и захват был неминуем. И без того ослабевшие после сражений с существами из Зена люди не могли ничего противопоставить захватчикам из космоса. И государства падали одно за другим за считанные часы, ну а точнее за семь. Именно поэтому в будущем это событие будут описывать как семичасовая война. Казалось, что человечество станет очередным видом павшим от рук инопланетных захватчиков. Но каким-то образом администратор из Черной Мезы Уоллес Брин нашел способ общения с более развитой цивилизацией. И после этого Брин при поддержке ООН подписал капитуляцию, спасая выживших ценой свободы. Человечество сдалось буквально в обмен на свое дальнейшее существование. За такую помощь Альянс назначил Брин администратором Земли, но сам же он остался под контролем Альянса. И хоть, как я сказал ранее, человечеству полностью подчинилось, остались люди, готовые сражаться до конца за свой родной дом с сопротивлением. Но была и обратная сторона этой медали. Нашлись люди, которые добровольно вступали в ряды Альянса из-за лучших условий содержания или даже лишнего пайка. А кто-то переходил на сторону противника просто потому, что верил в то, что Альянс творит. Захватчики уже по привычной для себя схеме начали выкачивать из земли все полезные ресурсы и тщательно изучать биологию людей, чтобы из их помощью расширить и усилить свою армию, а также полностью поэтому Альянс установил на планете некое подавляющее поле, из-за которого люди в принципе не могли размножаться и продолжать свой род. А позже, из-за того, что существа из Зена все еще населяли нашу планету и создавали трудности даже Альянсу, города были реорганизованы в огромные поселения. Ведь так Альянсу было гораздо проще контролировать человечество. Но и это еще не все. Альянс даже в обычную воду что-то добавляли, делая людей более забывчивыми и потерянными, подавляя в них любое желание к жизни и делая бедолаг более сговорчивыми. Шли годы, и некогда красивая и живая планета Земля начала превращаться в пустынную умирающую Землю. Океаны иссушались, растительность исчезала, а из-за поселившейся фауны из мира Зен даже обычных животных почти не осталось. И хоть Альянс и Уолис Брин пытались контролировать все человечество, как я сказал ранее, были те, кто не был согласен склонить голову. Ведь выжившие в Черной Мезе Элай Вэнс, Доктор Клейнер, Барри Калхун и другие прошли через слишком многое, чтобы сдаваться и основали то самое сопротивление, о котором я говорил ранее. Примерно в это же время Альянс находит Аперчур Сайенс. Доподлинно неизвестно, смогли ли захватчики проникнуть внутрь или нет, варианта здесь два. Либо Гладос смогла удержать силы Альянса снаружи, не впустив их, либо она предоставила все имеющиеся технологии Аперчур в обмен на свое тихое существование в недрах бывших соляных шахт. Но это не сильно важно. Важно лишь то, все еще скрывавшийся от Гладос, понятия не имел о том, что случилось с его планетой и банально искал спасения с проклятого комплекса. И его мольбы о помощи, кажется, были услышаны, ведь Гладос начала новый цикл тестов и пробудила Чел, упрямую девушку, на которую Ратман поставил все. Когда Чел проснулась и вышла из камеры, она почти сразу приступила к тестам портальной пушки под руководством Гладос. Девушка без особых усилий проходила одну тестовую камеру за другой, в то время как за ней все это время наблюдал Даг Ратман из офисов и зон технического обслуживания. Гладос, будучи по своей природе жестокой, кажется, пыталась сломить Чел не только физически, но и морально. Ведь сначала искусственный интеллект сделал все, чтобы Чел привязалась к недушевленному кубу-компаньону, а после вынудила девушку сжечь его. Но Чел не сдавалась, поэтому, добравшись до 16-й камеры, девушка узнала, что Гладос заменила стандартную камеру испытаний на тест по боевой подготовке. Видимо, здесь искусственный интеллект хотел впервые избавиться от Чел, осознав, что она не так проста. Сама же девушка, разобравшись с защитными турелями, после обнаружила одно из убежищ Ратмана, полное подсказок и просьб о том, чтобы хоть кто-то помог ему. Девушка и дальше продолжила проходить оставшиеся камеры, пока Ратман все так же наблюдал за ней из тени. Чел, добравшись до последней камеры испытания, обнаружила, что Гладос не собирается ее отпускать. Скорее наоборот. Как и с множеством других испытуемых, Гладос планировала сжечь Чел, но юная леди оказалась не из робкого десятка. С помощью портальной пушки ей получилось избежать преждевременной кремации. Гладос пыталась выкрутиться, мол, это тоже было частью испытаний. Теперь-то Чел точно прошла все тестовые комнаты. Ради этого, мол, даже закатили вечеринку. Единственное, что нужно сделать Чел, это дождаться сопроводительного бота для вечеринок. Но героиня поняла, что Гладос не стоит доверять, после чего направилась в зону технического обслуживания героиня и понимает, что кроме нее в комплексе, судя по всему, больше-то никого и нет, не считая взбешенную Гладос. В Эпорчер Сайенс произошло что-то очень ужасное. Не понимая, куда двигаться дальше, девушка решила держать путь в направлении указателей, оставленных Ратманом. Ведь, напомню, программист твердо верил, что Чел под силу одолеть искусственный интеллект. Гладос в этот момент и сама поняла, что, судя по всему, у испытуемой есть все шансы добраться до мозгового центра искусственного интеллекта, поэтому начала расставлять больше турелей именно в тех местах, где, по ее мнению, скорее всего, будет идти Чел. Но, как я уже говорил ранее, девушка оказалась невероятно упрямой и не собиралась сдаваться просто так. Она с легкостью обходила все ловушки и не обращала внимания на разговоры Гладос, по итогу добравшись до центральной комнаты. Там Гладос обманом смогла убедить Чел уничтожить то самое ядро морали, которое не позволяло распылять токсин и использовать различное оружие комплекса. Из-за этого Гладос моментально вызывает ракетную турель и запускает обратный отчет до распыления нейротоксина. Но Чел с помощью хитрости смогла перенаправить ракеты в саму Гладос, из-за чего от нее один за другим начали отпадать другие модули, делая Гладос все более агрессивной. И хоть по сути эти модули были разработаны как своего рода сдерживающий элемент для Гладос, они также выполняли дополнительную функцию, стабилизировали реактор. И вот когда все модули оказались уничтожены, образовалось что-то похожее на огромный портал, выкинувший и Чел и Гладос наружу. Этот взрыв уничтожил какую-то часть Эпорчер Саенс и разнесся эхом по всему комплексу. Для Дага Ратмана, прятавшегося где-то в зонах технического обслуживания, это означало лишь одно Чел справилась. Он сразу побежал через весь комплекс, дабы лично удостовериться в случившемся и не разочаровался в увиденном. Ратман в этот момент посчитал, что Чел уже выбралась наружу и любуется солнцем, поэтому он отправился вслед за ней, уклоняясь от защитных турелей. Наконец, выбравшись наружу, спустя стольких лет заточения и глотнув свежего воздуха, Даг заметил что-то и машинально спрятался за обломки. Оказывается, что Гладос не слукавила, когда говорила про бота для вечеринок, ведь именно в этот момент этот самый бот затаскивал Чел обратно в разрушенный комплекс. В этот момент Ратман осознал, что его свобода на этом, судя по всему, и заканчивается, и ему просто необходимо вернуться назад и помочь девушке, ведь именно из-за него она сейчас в беде. Ученый твердо решает для себя, что он устал постоянно убегать и прятаться, он спасет Чел, чего бы это ему не стоило. Вернувшись назад, Даг понимает, что бот для вечеринок доставил Чел в криокамеру и необходимо ее вызволить. Но здесь всплыла новая проблема. Из-за сильного взрыва система жизнеобеспечения всех камер повреждена. Ратман не раздумывая бросился к панели управления, чтобы освободить теперь уже свою спасительницу, но хоть королева мертва, Улей все еще защищает объект от непрошенных гостей. Одна из турелей ранит ученого в ногу, из-за чего он чуть позже теряет сознание. Придя в себя спустя какое-то время, Ратман понимает, что из-за своего ранения он уже не в силах помочь девушке, но он хотя бы может предотвратить ее смерть. Даг подключает камеру Чел к резервному питанию, но умышленно не устанавливает время на ней, ведь он не знает, что хуже, долгий сон или еще более долгий. Ратман осознавая, что он и сам близок к тому, чтобы отдать концы от ранений и банальной усталости, тоже ложится в камеру жизнеобеспечения, не установив таймер. А из-за того, что Гладость теперь уничтожена, да и персонала в общем-то не осталось, множество модулей активизировались, чтобы и дальше поддерживать работу объекта. Тем временем, Альянс успешно продолжал адаптировать планету под свои нужды. Империя строила бесчисленные крепости и форты для своих целей, а также переделывала уже готовые города. Одним из таких стал Сити-17. До Семичасовой войны он был великим городом в неизвестном восточноевропейском регионе, но после захвата Альянсом Сити-17 стал штаб-квартирой захватчиков. И хоть Альянс уже не первый год угнетал население тотальным контролем, тяжелыми условиями для жизни и прочими прелестями, люди приспосабливались, и все больше людей добровольно вступали в ряды гражданской обороны Альянса ради дополнительных пайков и лучших условий для жизни. Также, как я уже говорил ранее, росло и сопротивление, горстка людей, не готовые принять новый режим, но готовые сражаться до конца любыми способами. Лидером сопротивления стал уже знакомый Элай Вэнс, ученый из Черной Мезы. Когда случился каскадный резонанс, ему вместе с дочерью по имени Алекс, получилось каким-то чудом сбежать с объекта до взрыва, хоть же не ученого повезло меньше, и она погибла. Так вот, вскоре после пришествия Альянса на Землю, Элайу получилось создать некий штаб сопротивления под названием «Восточная Черная Меза» вблизи Сити-17, где он и другие ученые пытались создать оружие, способное противостоять пришельцам. А в самом Сити-17 другой знакомый нам ученый Айзек Клейнер создал небольшую лабораторию под заброшенным зданием неподалеку от железнодорожного вокзала, где начал работу над телепортацией и другими исследованиями, продолжая при этом общаться с Элайом Вэнсом, а также с бароней Колхуном, тем самым охранником из Черной Мезы. Последний, к слову, стал двойным агентом, работая в гражданской обороне и при этом являясь тайным членом сопротивления, предупреждая о предстоящих рейдах Альянса, вылазках, ну и прочем. Но и это не все. Гости из мира Зен, известные нам как Вартигонты, тоже присоединились к сопротивлению. Они знали, что освободил их от Нихиланта Гордон Фримен, но Альянс, по сути, отнял их свободу, вторгнувшись на Землю. И не увидев других вариантов, Вартигонты стали союзниками человечества. Шли годы, и сопротивление превратилось из кучки людей в небольшую армию с оружием и технологиями, пусть и сильно уступающим технологиям Альянса. Со временем, Айзеку Элайу даже получилось проложить тайную сеть, прозванной подземкой, между Восточной Черномезой и Сити-17 для эвакуации людей. И желающих сбежать подальше от контроля Альянса было так много, что со временем все штабы сопротивления были переполнены, и по итогу новых беженцев решено было переселить в заброшенный шахтерский городок под названием Рейвенхолм. А тем временем в огромной цитадели, расположенной в центре Сити-17, бывший администратор Черной Мезы, а ныне администратор Земли Уолис Брин, заметил, что сопротивление среди людей только растет. И поскольку его прямой обязанностью было держать человечество в узде, он начал регулярно обращаться к жителям Сити-17. Мол, при Альянсе мы зажили лучше, это наш покровитель, ну и прочий бред. Но по понятным причинам ему никто не верил и никто не уважал, ведь люди знали, что Брин по сути продал человечество захватчикам из космоса. А те немногие, кто пережил каскадный резонанс в Черной Мезе, также знали, что именно Уолис Брин настаивал на увеличении мощности антимасс-спектрометра, что и привело к катастрофе. Спустя время Элай и Айзек поняли, что хоть подземка и хорошая вещь, но все же недостаточно, ведь группу беженцев можно заметить или отследить. И ученые начали строить телепорты перемещаться между объектами без рисков. Но данная технология была не идеальна и нуждалась в доработке, поэтому где-то в этот момент к ученым в Восточной Черной Мезе присоединилась женщина Джудит Моссман. Как вы помните, именно вместо нее на работу в Черной Мезе взяли Гордона Фримена. Так вот, благодаря общим усилиям работа над технологией телепортации началась с новой силой. И казалось бы, наконец у человечества есть что-то весомое. Весомое настолько, что даже у инопланетной империи этого нет. Но не тут-то было. Джудит была шпионом Альянса, а точнее подручным Уолли Сабрина. Она сливала ему все разработки, из-за чего спустя время и Альянс начал работу над так желаемой для себя технологией. Но, как говорится, беда не приходит одна. Где-то в это время Альянс обнаружил городок Ревенхольм с сотнями беженцев. И используя хедкрабов в качестве биологического оружия, Альянс обстрелял городок капсулами с этими самыми хедкрабами, что привело к заражению города и, как следствие, практически полному уничтожению всего населения. Некогда живой, пусть и маленький городок, за считанные часы превратился в город-призрак, по которому теперь лишь бродят зомби и хедкрабы. Но шли годы, и, несмотря на потери, сопротивление становилось все сильнее. Люди сражались до последнего и даже изредка устраивали диверсии ради ценных ресурсов. Да и ученые не сидели почем зря, благодаря им даже получилось украсть некоторые технологии Альянса. Человечество было готово к восстанию как никогда, но ему все равно, словно чего-то не хватало, небольшой искры, чтобы разжечь пламя. Спустя почти 20 лет после каскадного резонанса Джимон пробуждает Гордона из стазиса, говоря ему, что его час вновь пробил, а после помещает его на поезд до Сити-17, города, где находится центральная база Альянса. Выйдя из вагона, сбитый с толку Фримон наблюдает, как его бывший начальник приветствует всех прибывших в Сити-17. Хоть, как я и сказал ранее, прошло уже почти два десятка лет, для Гордона прошли минуты с момента его погружения в стазис, если не секунды. Исследовав вокзал, Гордон пытался выйти в город, но его задержали, судя по всему, для допроса. Но, к счастью, нашего героя, его старый друг из Черной Мезы, Барни, был на смене. Конечно, бывший охранник был удивлен увидеть Гордона, не постаревшего, ни на день. Ведь прошло много лет, и все считали, что Фримон погиб в Черной Мезе. Барни связывается с еще одним давним знакомым героем, Айзеком Кляйнером, и тот был удивлен не меньше. Ученые считают, что Гордону нужно попасть в его лабораторию, ведь там более безопасно. Но в этот момент троицу прерывает люди из гражданской обороны, видимо, заподозрив что-то. Барни остается, а Фримон сбегает через окно и отправляется в лабораторию пешком. Но оставаться незамеченным ему не получилось, его начали преследовать люди из гражданской обороны. Мирные жители помогают Фримону бежать через крышу дома, и пройдя по крышам нескольких домов, Гордон забирается в открытое окно, спускается поломающейся под ногами лестницей в небольшой коридор, где его застают врасплох отряд ГОшников. После нескольких ударов дубинкой Гордон теряет сознание, но вовремя подоспевшая дочь Элая, та самая Аликс Вэнс, успешно разбирается с полицейскими и приводит Фримона в чувства. Девушка подмечает, что доктор Кляйнер не учел, что у Фримона как бы нет карты, чтобы добраться до лаборатории, когда ученый просил героя найти помощь в черной мезе. Но так или иначе, позже в лаборатории Гордон надевает новый усовершенствованный энергокостюм пятой модели и Кляйнер подмечает, что Гордон появился в очень важный день. Ведь именно сегодня Кляйнер закончил работу над телепортом и верил, что в этот раз то уж точно все получится. Еще чуть позже, связавшись с Элаем, все решают, что Гордону лучше отправиться в восточную черную мезу, снова надеть свой лабораторный халат и работать со своими бывшими коллегами. Гордон, как человек, выживший в черной мезе, несмотря ни на что, много значил для сопротивления и их дела. Ведь теперь-то они близки к восстанию, ведь с ними тот самый Гордон Фримен, прошедший через ад в черной мезе и ставший ночным кошмаром для обитателей мира Зен. Первой в восточную черную мезу телепортировали Алекс. Вполне успешно, но когда очередь дошла до Гордона, в устройство прыгнул ручной хедкраб доктора Кляйнера по прозвищу Ламар, чем вывел машину из строя. Из-за сбоя Гордона начало кидать из одного места в другое. Одним из таких мест была пустошь, наглядное лицетворение того, что Альянс сделал с нашей планетой. Также на мгновение Гордон перенесло и в Цитадель, прямиком в кабинет Уолли Сабрина, который не сразу узнал своего бывшего работника. Администратор, судя по всему, был осведомлен о Джимене и его таинственных мотивах, поэтому, когда Гордон исчез, Брин связался с советником Альянса и предупредил, что происходит что-то странное. В связи с этим Цитадель Альянса перешла в полную боевую готовность и отправила множество патрулей на поиски Фримена. В этот момент процесс телепортации стабилизировался и Гордон оказался прям за окном лаборатории Кляйнера, поэтому герой был вынужден отправиться к Элайо пешком, без оружия. Но, все же напоследок, выбежавший Барни дает Гордону оружие, ту самую монтировку из черной мезы. Пробираясь через городские каналы пешком и на воздушном катере, преследуемый солдатами гражданской обороны, Гордон находит базы сопротивления, населенные беженцами, повстанцами и вартигонтами, которые, как вы помните, стали союзниками сопротивления. Параллельно уничтожая целые отряды ГОшников и солдат Альянса, став для них настоящей занозой. Но, по итогу, все же добравшись до восточной черной мезы, Гордон встречает Джудит Моссман, которая осведомлена тем, что из-за Фримена разговаривали, Джудит, которая, напомню, была шпионом, связалась с Брином и предупредила его о том, что Фримен прибыл. Несмотря на свое неоднозначное положение, Джудит искренне заботилась об Элая и ценила ту работу над телепортацией, которую он вместе с ней проделал. Поэтому Моссман попросила Брина не нападать на восточную черную мезу, пока она не даст сигнал, ну, чтобы тем самым успеть спасти Элая. Но Уолис Брин был лишь пешкой Альянса и отношения со своими покровителями у бывшего администратора, судя по всему, были напряженные. Ведь, напомню, Гордон, несмотря на свою ученую степень, вырезал солдат Альянса целыми пачками. Точно неизвестно, что давало Гордону такое превосходство над врагом. Его защитный костюм, выдерживающий даже радиацию, или какие-то высшие силы помогали ему в этой битве. Но факт остается фактом. Фримен оставлял за собой горы трупов. И трупы эти солдат Альянса. Поэтому, вопреки желаниям Джудит, Брин отдал приказ об атаке на восточную черную мезу. А в это время Алекс показывала Гордону своеобразную свалку, полную различного оборудования. Здесь же Алекс познакомила Гордона со своим питомцем по кличке Пес. Пес был создан Элаем Венсом более чем 20 лет назад, одновременно как подарок и защитник его дочери. Он запрограммирован на игривость, а также на непоколебимую верность Алекс, играя роль питомца и телохранителя. Первая модель была около метра ростом, но когда Алекс выросла, она сама стала делать улучшения и новые детали для пса, из-за чего он и стал такой громадиной. Также Алекс дала Гордону еще одно творение ее отца, легендарную гравипушку, которая подозрительно была похожа на еще одно изобретение Эперчер, разработанное десятилетиями ранее. Но не суть. Пока Гордон играл с псом, Алекс замечает в небе сканеры, после чего Альянс нападает на восточную черную мезу по приказу Брина. Гордон и Алекс решили вернуться внутрь, чтобы помочь Элаю и остальным, но при попытке присоединиться к ним, Гордон и пёс оказываются отделены от Алекс, в результате чего герой вынужден направляться в Ревенхолмский тоннель, место, о котором ранее Алекс не хотела говорить по понятным причинам. С помощью питомца Гордон проникает в тоннель, а пёс отправляется на помощь своей хозяйке. Оставшийся один снова и пройдя через тоннель, Гордон вышел к городку Ревенхолм и понял, почему Алекс боялась этого места. Ревенхолм кишил хедкрабами и тем, что когда-то было людьми. Убивая зомби избегая ловушек, Фримен встречает кажется единственного выжившего в городе человека, священника отца Григория. Когда город обстреляли снарядами с хедкрабами, из-за чего большая часть населения превратилась в зомби, а Григорий начал сходить с ума, он решил остаться и установить ряд смертоносных ловушек, чтобы освободить свою паству через смерть. Поэтому-то он и называет зомби своей паствой и детьми, поскольку эти люди были его знакомыми и прихожанами до обращения. Так или иначе, отец Григорий помог Гордону пробраться через городок, минуя установленные им же ловушки и дойти до конца. И хоть у Григория была возможность уйти с Гордоном из этого проклятого места, священник все же решил остаться и дальше заботиться о своей пастве. Ведь он верил, что его миссия освободить как можно больше этих замученных душ, чтобы они наконец могли упокоиться с миром. А Фримен, все же выбравшись на поверхность, достигает очередной базы повстанцев. Связавшись с Алекс, она сообщает, что во время атаки Элай взяли в плен и держат сейчас в Новопроспект, бывшей тюрьме. И члены сопротивления, воодушевленные присутствием Фримена, дают ему автомобиль, чтобы он смог добраться до тюрьмы гораздо быстрее. На своем пути Гордон умудряется встретить несколько выживших и помочь очередному отряду сопротивления под руководством Одессы Кэббеджа. Гордон даже пытался спасти Лазлу, лучший ум своего поколения. Правда, у героя ничего не получилось. Муравьиные львы оказались проворнее. Также Гордон познакомился с некоторыми вартигонтами, которые дали ему новое оружие, феромоны, способные превращать муравьиных львов в свою мини-армию. И с помощью такой поддержки Гордону получилось прорваться в бывшую тюрьму. Суть в том, что Новопроспект стала местом хранения заключенных сепаратистов. Тюрьма представляла из себя место как для заключения, так и лабораторию, где происходит перевоплощение заключенных либо в боевые единицы патруля при помощи имплантов, либо в рабочую силу сталкеров. Так вот, пробившись через бывшую тюрьму, Гордон дошел до депо и встретил Алекс, ищущую своего отца. Вместе парочка пробиралась все глубже в сооружение и благодаря способностям Алекс взламывать систему защиты, герои подслушали разговор между Джудит Моссман и Уоллесом Брином. Наконец, узнав, что женщина все это время была шпионом и сливала всю информацию врагу, даже несмотря на то, что она, кажется, испытывает чувство к Элаю. После окончания передачи парочка продолжила свой путь и наткнулась на ранее упомянутую Моссман. Алекс начала обвинять ее в том, что та предала сопротивление, но Моссман все равно отнекивается, мол, она все это делала лишь для того, чтобы защитить Элая. Но так или иначе, отыскав лидера сопротивления, было решено телепортироваться в лабораторию Кляйнера. Но обманом Джудит переместила себя Элая в Цитадель, главный штаб Альянса. В ожидании перезарядки устройства парочке пришлось отбиваться от войск Альянса, но по итогу у них все получилось. Они, кажется, успели телепортироваться в лабораторию Кляйнера. Но, как выяснилось, с момента их перемещения прошла целая неделя. Устройство для телепортации Альянса все еще было незакончено, и из-за большой нагрузки весь комплекс Новопроспект взлетел на воздух. Взрыв, судя по всему, был внушительный, ведь уничтожение такой ключевой точки для Альянса послужило сигналом сопротивлению о том, что Альянс не такой уж и несокрушимый. Если пала одна крепость, значит падет и другая. Так вот, пока Гордон и Алекс отсутствовали, большинство подумало, что они погибли при взрыве, но давать заднюю было слишком поздно, поэтому сопротивление под руководством Барни вышло на улицы Сити-17. Борцы за свободу освобождали район за районом от войск Альянса, из-за чего обычные жители присоединялись к сопротивлению. Но, где-то в это время, когда Кляйнер собирал вещи, чтобы покинуть город, появились Гордон и Алекс. Хоть и прошел не один день с момента их побега из Ноба Проспект, для героев прошли считанные секунды. Пока ученый объяснял парочке, что произошло за последние дни, их прервал Барни по видеосвязи, просящий о подкреплении. Фриман, недолго думая, отправился в гущу сражения, чтобы помочь повстанцам, в то время, как Алекс остается в лаборатории, чтобы помочь Кляйнеру выбраться из города. И пока Гордон и Барри ведут людей в наступление, прибывает и Алекс, но ее берут в плен. Тем не менее, Гордону и Бойцам Сопротивления получается штурмом взять Нексус Патруля, этакую штаб-квартиру сил Альянса, и отключить находящееся на крыше здания подавляющее поле. Хоть до конца и не ясно, что это устройство из себя представляло, но возможно это и было то самое устройство, из-за которого человечество не могло размножаться. Но так или иначе, Гордону и оставшимся Бойцам Сопротивления получилось пробраться до основания Цитадели, той самой, где держит Элая и теперь уже Алекс. С помощью пса Гордону получилось попасть в пещеры, ведущие к основанию огромного сооружения, а Барни и его люди остались патрулировать улицы города. Так вот, пробравшись в Цитадель, Гордон попал в поле конфискации, уничтожившее все оружие нашего героя. Все, за исключением гравипушки. Каким-то образом поле конфискации наоборот, зарядила устройство, превратив его в самое настоящее оружие, с помощью которого Гордон без особого труда уничтожал как элитных солдат Альянса, так и тяжелую технику. Правда, по итогу, это ему не сильно помогло, ведь Гордон в конечном счете был схвачен и доставлен прямиком в кабинет у Олеса Брина. Последний испытывал огромное давление со стороны своих покровителей, ведь он, по сути, потерял контроль над городом и теперь отчаянно пытается восстановить этот самый контроль, чтобы наладить отношения с Альянсом. Брин понял, что граждане больше не слушают его, поэтому он просит Элая уговорить их прекратить восстание в обмен на жизнь дочери. Но Элай все равно отказывается, понимая, что в конце концов все равно истребят всех. Тогда Брин решает, что Алекс и Элай ему больше не нужны и переключается на Фримена, но Моссман это не устраивает. Она говорит, что был уговор, Элай должен остаться в живых, да и он нужен ей для завершения их многолетней работы. Но Брин, видимо осознавшись, что Элай не пойдет ему навстречу, намерен разобраться с лидером сопротивления. В этот момент Джудит понимает, что Брин не сдержал свое слово и решает помочь Троице. Она освобождает Гордона и остальных, но Брин успел сбежать, оглушив всех гравипушкой. Пока Гордон и остальные приходили в себя, бывший администратор связался с одним из советников Альянса. Брин понимал, что среди людей ему нет места, ведь он по сути продал их в рабство в обмен на свое благополучие и власть. Поэтому в отчаянии попросил советника перенести свой разум в одно из тел этих самых советников. Но в этот момент его настигли Гордон и Алекс. Брин снова пытается убежать и направляется к реактору, где его уже ждет телепорт в родной мир Альянса. Но Фримену удается вывести из строя реактор с помощью гравипушки, из-за чего происходит цыпная реакция, а капсула с Брином падает с большой высоты. Выбежав, Алекс начинает ликовать от радости, ведь одно из ключевых сооружений Альянса наконец уничтожено. Но не все так просто. Время, доктор Фримен. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей боли, доктор Фримен. Я уверен, вам все станет понятно после того, как я не вправе сейчас говорить это. Между тем и здесь я исчезаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Когда вартигонты обнаружили Гордон и Алекс, а после пытались вернуть парочку на землю, их прервал Джиммен, который, судя по всему, пришел вернуть своего подопечного назад и снова погрузить в стазис. Но так как вартигонты объединили свои силы, им получилось удержать Гордона. Это, безусловно, разозлило Джиммена, так как, судя по всему, у него были свои планы касательно нашего героя. И так как в этой ситуации бюрократ оказался неспособным что-либо изменить, ему пришлось уйти и пересмотреть свои планы в отношении Гордона Фримена. А спустя какое-то время и наш герой наконец пришел в себя после взрыва. Пес нашел его под завалами и вытащил, вернув ему пусть уже и разряженную гравипушку, а также воссоединив его с Алекс. Девушка связывается с Элаем и Айзеком Кляйнером, сообщая о том, что она с псом и Гордоном все еще у подножья цитадели. И Кляйнер предупреждает, что радиоактивное ядро цитадели вот-вот взорвется, уничтожив город. И единственный шанс выбраться живыми стабилизировать это самое ядро, так как это даст немного драгоценного времени, которого у героев сейчас нет. С помощью разбитого авто и пса парочке получается проникнуть в разрушенную цитадель и уничтожая остатки сил Альянса, пара находит комнату, в которой советник общался с Олесом Брином, о его телепортации в мир Альянса. И прослушав запись, Алекс замечает капсулу неизвестного советника, которая подготавливается для эвакуации в безопасное место. Парочка начинает осматривать эту капсулу и в этот момент советник применяет мощную телепатическую атаку, заставляя их уйти из комнаты. Позже, добравшись до ядра, Алекс замечает, что солдаты Альянса специально пытались спровоцировать взрыв и, как выясняется, все ради того, чтобы высвободить темную энергию ядра и таким образом отправить сигнал о подкреплении в родной мир Альянса. Но Гордон активирует все установки стабилизации и замедляет взрыв цитадели, выигрывая время. Когда герой возвращается к Алекс, она уже взломала сеть Альянса, скопировав данные, которые Альянс пытался передать в свой родной мир. И среди этих данных было видео Джудит Моссман, в котором она в Арктике вместе с другими членами сопротивления говорит о неком проекте. Однако внезапно врывается отряд Альянса, прерывая запись. Отбившись от противников, парочка спускается на лифте к перрону и уезжают на поезде, перевозящем спящих сталкеров в капсулах. Однако поезд в скором времени терпит крушение, а Гордон теряет сознание. Но спустя короткое время ученый приходит в себя под вопля одного из сталкеров, высвобождает придавленную Аликс и герои продолжают свой побег. В конце концов пара приходит к одному из убежищ сопротивления, где встречают Барни. Тот им объясняет, что Альянс всеми силами старается задержать выживших, не давая им эвакуироваться из города. Поэтому он и его группа планируют взять штурмом железнодорожный вокзал для последующей эвакуации мирного населения. Аликс и Гордон решают помочь, отвлекая оставшиеся силы Альянса, давая возможность Барни и остальным сесть в поезд. И хоть его дальнейшая судьба неизвестна, Барни прошел через многое. Пережил каскадный резонанс, семичасовую войну и многолетнее преследование Альянса. Поэтому я не сомневаюсь, что с ним все в порядке. А тем временем, после того, как Гордон и Алекс помогли вывести всех граждан, прикрывая их тыл, работа в Сети-17 для них закончилась, и теперь им нужно было спасаться самим. Однако, внезапно, на вокзале появляется Страйдер и солдаты Альянса. Пока Гордон уничтожал неприятелей, Алекс подготовила поезд к отправке, и парочка, запрыгнув в последний вагон, наконец смогла покинуть злополучный город. Отдалясь от Сети-17, ядро Цитадели наконец дестабилизировалось, и вспышка темной энергии начала уничтожать как сам Сети-17, так и его окрестности. И хоть взрывная волна была очень яркой, Гордон успел заметить, как в это время из Цитадели начали эвакуироваться советники Альянса в надежде найти безопасное место. Так или иначе, героям получилось покинуть Сети-17 до взрыва, но радоваться было слишком рано. Ведь несмотря на то, что поезд удалялся от города на большой скорости, взрывная волна от взрыва все равно настигла героев. Придя в себя, чудом выжившие Гордон и Алекс оказались в разрушенном поезде. Пройдя еще чуть дальше от места аварии, они видят руины Сети-17 и образовавшийся сверхпортал. Еще чуть позже из-за портальной бури и без того потрепанный мост обрушивается, освобождая проход. В шахты. Алекс говорит, что они должны добраться до базы в Белой Роще и доставить данные, добытые в Цитадели. Сама эта Белая Роща важная база сопротивления, расположенная к северу от Сети-17. Именно там сейчас находятся Элай Клейнер и другие ученые. Пройдя через кишащий зомби-туннель, герои добираются до станции связи и связываются с Белой Рощей. На связь выходит доктор Клейнер и Элай Вэнс, узнав наконец, что и Гордон, и Алекс получилось пережить взрыв в Цитадели. Алекс спрашивает, что это за огромный портал над бывшей Цитаделью? И Клейнер объясняет, что Альянс контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Другими словами, Альянс собирается открыть новые врата в наш мир и если это произойдет, то повторится семичасовая война. Вот почему Альянс пытался передать те самые данные, что похитила Алекс. Последняя докладывает, что ей получилось заполучить пакет этих самых данных Альянса, как в этот момент их прерывает некий доктор Магнусон, глава базы Белая Роща. Он был бывшим ученым Черномезы, эгоистичным, многословным и авторитарным и, кроме того, держащим обиду на Гордона. Ведь именно его запеканку 20 лет назад испортил Фримен. Но не суть. Магнусон объясняет, что у Алекс сейчас на руках по сути код связи с главной базой Альянса и Гордону вместе с Алекс нужно как можно скорее доставить этот код в Белую Рощу. Ведь если этот самый код загрузить в спутник и вывести на орбиту с помощью ракеты, портал получится закрыть. Сказать больше ученый не успевает, ведь связь прерывается. Вскоре после этого парочка доходит до старой шахты и пока Гордон искал способ открыть ворота и попасть внутрь, Алекс подверглась нападению и была сильно ранена охотником Альянса. Но вовремя прибывший Вартигонт не дает ей погибнуть и призывает соплеменников, чтобы помочь ей. Хоть девушка и находилась в крайне тяжелом состоянии, Вартигонт объяснил, что есть способ помочь ей, но для этого необходим некий экстракт муравьинного льва для усиления способности Вартигонтов. Гордон отправляется в пещеры и достав этот самый экстракт, возвращается к Вартигонтам и они начинают лечение Алекс. В этот момент время останавливается и появляется Джимен. Он напоминает Гордону, что вообще-то спас ему жизнь в черной мезе, поэтому взамен просит добраться до Белой Рощи и доставить туда Алекс, намекая на ее значимость в своих планах. А напоследок внушает девушке, чтобы она передала отцу послание, заключающееся в том, чтобы он был готов к непредвиденным последствиям. Это не просто слова, именно эту фразу Джимен сказал Элайу Вэнсу очень давно в черной мезе, прямо перед запуском антимас-спектрометра и началом катастрофы. Но так или иначе, Джимен исчезает и Вартигонты завершают исцеление. Придя немного в себя, Гордон и Алекс в сопровождении Вартигонта поднимаются на поверхность. Чуть позже группа видит армию Альянса с советником в инкубационной капсуле, движущуюся на север. Вартигонт говорит, что видимо Альянс объединяет свои разрозненные отряды и Алекс в этот момент понимает, что войска движутся к Белой Роще в надежде остановить запуск ракеты. И героям теперь нужно опередить их любой ценой. Ведь там, в Белой Роще, еще никто не знает о готовящемся наступлении. Отыскав транспорт, имчась на всей скорости, герои делают остановку возле сарая, рядом с которой упал транспортник Альянса. И войдя в помещение, парочка обнаруживает инкубационную капсулу с советником. Гордон выстреливает из гравипушки в систему жизнеобеспечения советника и разрушает ее, но тот выбирается из кокона и прижимает парочку к стене. Правда, один из разрядов разрушенной системы ранит советника, и тот в ярости притягивает к себе Гордона, намереваясь разобраться с ним. Но в этот момент еще один электрический взрыв сильно ранит личинку, из-за чего тот был вынужден непростой путь, наконец достигают окрестности Белой Рощи, где натыкаются на Страйдера. Но, к счастью, вовремя прибывший пес спасает героев. Наконец, прибыв в штаб, Алекс и Гордон встречаются с Элаем, и он, не скрывая радости, что его дочь цела и невредима, без стеснения заявляет, что раз уж подавляющее поле теперь неактивно, то может быть Гордон и Алекс подарят ему парочку внуков. Но все же, чуть позже, передав украденные данные к Лайнеру, Алекс добавляет, что все это очень странно, ведь эти самые данные были прикреплены к сообщению Джудит Моссман. Ученые не понимают, что еще за сообщение, ведь они ничего не получали, поэтому отправляются в лабораторию, чтобы расшифровать его. А Гордон остается помогать Магнусену, но в этот момент прибыли первые силы Альянса. После успешного отражения атаки Гордон встречает Алекс, и они оба возвращаются к Элаеве Клейнеру, просматривающим то самое сообщение Моссман. Здесь-то и выясняется, что тот самый проект, который обнаружил Моссман, является ничем иным, как ледоколом-бореем, пропавшим судном Aperture Science. И по словам Джудит, на борту корабля находится невероятно сильное оружие. Больше она сказать не успевает, так как на ее след вышел Альянс, по-видимому, тоже ищущий корабль. По словам Айзека Клейнера, Aperture работали над перспективным проектом, но спеша обогнать Черную Мезу в попытке получить грант, они пренебрегали стандартными мерами безопасности, в результате чего произошел мощный выброс энергии. Связь оборвалась, и корабль просто исчез с частями его сухого дока. Предполагается, что Борей содержит очень мощные и опасные технологии, скорее всего, с участием порталов и телепортаций, просто в большем масштабе. И скорее всего, именно это является причиной, по которой Альянс ищет этот корабль, с целью восстановления контроля над Землей и дальнейшей экспансии в этой вселенной. И хоть доктор Клейнер предлагает использовать технологии Борея против Альянса, Элай против, он говорит, что такую мощь невозможно контролировать, и что это может привести к новой черной мезе. Ведь Элай понимал, что сам был частично ответственен за каскадный резонанс, ведь он проигнорировал слова Джимена о непредвиденных последствиях. Он не остановил себя тогда, но может остановить сейчас. По его словам, никто не должен обладать такой силой. Элай собирается лететь за Джудит, но Клейнер и Алекс останавливают его, разумно замечая, что возможность пленения лидера сопротивления недопустима. Доктор Клейнер уходит расшифровать послание Джудит, а на мониторах компьютера на миг появляется Джимен, и Алекс передает его послание отцу. Будь готов к непредвиденным последствиям. У потрясенного Элая уходит с земля из-под ног. Он знал, от кого это послание, поэтому решил, что Джимен предупреждает его снова. Только в этот раз касательно Борея, или даже возможно от чего-то более страшного. Алекс уходит сделать ему чай, и Элай, оставшись наедине с Гордоном, рассказывает ему, что уже однажды Джимен говорил ему эту фразу перед инцидентом в черной мезе. Ведь, как выясняется, именно Джимен принес кристалл Уолли Субрину 20 лет назад. Именно этот человек косвенно виновен в случившемся с землей, а теперь вдруг снова предупреждает Элая о чем-то. В этот момент в Белую Рощу прибывают основные силы Альянса в надежде уничтожить ракетную шахту, не дав тем самым закрыть портал. Доктор Магнусон по-быстрому обучает Гордона обращению со своим изобретением устройства Магнусона и поручает ему защитить свою ракету. Гордон на машине отправляется в прилегающий у ракетной шахты лес и принимает бой со значительным количеством страйдеров и охотников. С огромным трудом победа была одержана, и Гордон спешит обратно на базу, где уже почти готовы к запуску ракеты. Вернувшись, Магнусон благодарит Фримена за спасение ракеты и даже поручает ему ее запуск. В случае успеха эта ракета должна изменить все, поэтому сопротивление возлагало ему запуск все свои надежды. После успешного старта Гордон и Алекс выходят на улицу понаблюдать за ракетой, но оставшись на минуту одни, Элай признается, что гордится Гордоном как собственным сыном. В этот момент Алекс их торопит, они выходят на улицу и наблюдают, как закрывается сверхпортал, ознаменовавший конец правления Альянса, во всяком случае, на какое-то время. Ведь пока что у инопланетных захватчиков не будет возможности в короткий срок попасть на Землю. И хоть это была великая победа для всего человечества, им оставалось еще очень многое сделать. Поэтому троица сразу отправилась в ангар с вертолетом, дабы отыскать Борей и Джудит Моссман. Но случилось то, чего никто не ожидал. Папа! Гордон, помоги! Папа! Алис! Папа! Беги! Слушай, этот корабль должен быть уничтожен. Чего вы это не ставили? Получи так! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! О, господи! Прогоняйся, милая! Не отказать, про глаза! Я люблю тебя, папочка! Не смотри! Нет! Нет! Боже! Нет! Нет! Гордон! Папа! 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 Папочка! 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 Наблюдающий за происходящим Джиммон, окончательно принявший текущую ситуацию с Фрименом, решает все переиграть. Ведь у него была идея, как завербовать к себе Алекс для своих все еще неясных целей. Используя свои способности управлять временем, он обернул время вспять на пять лет назад, когда Алекс была впечатлительной 19-летней девушкой. Альянс на тот момент уже знал о существовании Джиммона, и хоть и неизвестно о истинных намерениях бюрократа, был ли у него такой план, или просто так совпало, но Альянсу получилось взять его в плен с помощью своих технологий и заточить в неком хранилище. Спустя какое-то время, Элай Вэнс и еще один участник сопротивления по имени Рассел узнали об этом самом хранилище. Правда, они еще не знали, что в нем находится. Спустя время, Элая взяли в плен силы Альянса. Алекс пыталась помочь, но по итогу и сама была арестована. К счастью, Расселу получилось освободить девушку, и они вместе начали думать над тем, как освободить Элая, и, немножко поразмыслив, Алекс отправляется в карантинную зону внутри Сити-17, чтобы перехватить поезд Бритву, на котором перевозили ее отца. По пути она встречает эксцентричного вартигонта по имени Гэри, намекающего на возможную смерть Элая в будущем. Гэри также объясняет, что Альянс провел операцию на его мозге, из-за которой он оказался отрезан от вордэссенции. Это такая сила вартигонтов, позволяющая им слышать мысли друг друга, коллективный разум, если будет удобней. Гэри просит Алекс помочь ему освободить своих братьев, используемых в качестве биологических батарей для поддержки того самого хранилища в воздухе. Добравшись до развилки, Алекс пускает поезд под откос, убивая трех советников, находящихся внутри. Гэри спасает Элая из поезда, и последний предупреждает Алекс, что, находясь в заключении, он узнал, что Альянс в том самом хранилище держит некое очень сильное оружие. Гэри призывает Алекс искать северную звезду, чтобы добраться и проникнуть в это самое хранилище, а также добыть это секретное оружие прежде, чем Альянс переместит его в безопасное место. Алекс пробирается по станции метро, где сталкивается с посланными за ней отрядами Альянса, после чего выходит наружу, прямо перед гостиницей, северная звезда, упоминавшаяся ранее Гэри. В общем, пробиваясь через врагов и даже освободив несколько вратегонтов, Алекс получается подслушать разговор таинственной ученой и советника. Незнакомку злит неспособность сил Альянса защитить хранилище и объект, находящийся в нем. Она уговаривает советника переместить это хранилище как можно скорее, пока Алекс не добралась до него. Также в ходе разговора ученый упоминает, что пленник в этом хранилище пережил инцидент в Черной Мезе, а после исчез. Элай и Рассел сразу же подумали, что речь идет о Гордоне Фримене, герое Черной Мезы, и если бы сопротивлению получилось бы освободить его, то, возможно, это перевесило бы чашу весов в пользу сопротивления. Поэтому Элай и объясняет дочери, насколько важно освободить его любой ценой. Спустя время Алекс получается проникнуть внутрь летающей крепости. Там он обнаруживает многоэтажное здание, вокруг которого была построена некая структура. Оно выглядит заброшенным, но при этом пребывающим в сюрреалистическом состоянии. Спальни, кухни и гостиные наложены друг поверх друга, а жильцы будто бы застыли в точке во времени, и постоянно то исчезают, то появляются. Здание пропитано неописуемыми физическими феноменами, по-видимому находящимися под влиянием сильного пространственного ревяного возмущения, делающего его существование странным и непредсказуемым. Но все же, после победы над оставшимися солдатами, девушка пересекает энергетический мост и находит ту самую камеру, где содержат заключенного. Открыв ее, девушка с удивлением для себя обнаруживает там не Фримена, а Джимена. Последний, оказавшись на свободе, наконец-то встретился лицом к лицу со своим потенциальным работником. Отыгрывая свою роль, Джимен объясняет, что его наниматели периодически поручают ему подталкивать ход судьбы, а поэтому в благодарность за освобождение он предлагает ей оказать услугу по ее желанию. Алекс, конечно же, просит убрать Альянс Земли, но по словам Джимена, это слишком серьезная услуга, которая к тому же противоречит желаниям его нанимателей, а потому он вынужден отказать. Вместо этого Джимен дает Алекс то, о чем она даже не знала, а точнее, он дает ей шанс спасти своего отца и показывает ей будущее, в котором Элая убивает советник. Алекс использует новообретенную энергию для убийства советника и все же спасает своего отца. Джимен остается довольным и утверждает, что Алекс показала, что способна заменить собой Гордона, в котором Джимен разочаровался из-за невозможности того выполнить возложенную на него миссию. Но Алекс прошла тест, как когда-то его прошел Гордон и Адриан. Выполнив свой план, Джимен оставляет Алекс в стазисе против ее воли, а сам возвращается в настоящее, наблюдая за последствиями своих действий. В этот момент Гордон Фримен приходит в себя на повстанческой базе Белой Рощи в ангаре, где он находился после запуска ракеты и закрытия портала. И хоть лидер сопротивления теперь жив, Алекс исчезла. Элай сразу понял, что Джимен забрал его дочь, ведь тот уже неоднократно говорил про некие непредвиденные последствия, из-за чего Элай в зярости и обещает убить его. В этот момент пес подходит к Элаю и передает ему монтировку, монтировку, которую тот в свою очередь протягивает Гордону со словами о том, что им предстоит поработать. Судьба Гордона, Алекс, Элая, Барни, Альянса и всего человечества после этого момента остается неизвестной. Но! Все это время глубоко под землей в Мичигане, комплекс Эперчер все еще продолжал функционировать. Неизвестно, сколько прошло времени с того момента, когда Кратман погрузил Чел в сон. Кто-то утверждает, что прошло 50 лет, а кто-то, что 50 тысяч лет. Но, по всей видимости, даже с учетом того, что Глэдос была уничтожена, Альянс так и не смог получить доступ к объекту, если, конечно, он вообще знал о его существовании. За все эти годы объект пришел в упадок без обслуживающего персонала, да и резервная энергия заканчивалась, а ядро реактора вот-вот должно было расплавиться. Но где-то в этот момент один из модулей личности, более известный как Уитли, решил сбежать с объекта, поэтому пробудил Чел, чтобы она помогла ему. А Чел, не имея других вариантов, решает следовать за ним. Чтобы совершить побег, Уитли привел Чел к центральной камере искусственного интеллекта, где Глэдос когда-то контролировала весь объект. Здесь они и обнаружили ее останки. Неизвестно, как ее роботизированное тело попало внутрь, или почему визуально она немного изменилась, но есть предположение, что все это заслуга множества роботизированных машин, вернувших ее останки в комплекс, и собрав, насколько это было возможным. В это время Уитли пытался получить доступ к так называемому главному выключателю, чтобы вызвать лифт и доставить парочку на поверхность. Но, будучи далеко не самым умным, он включил, кажется, все, что можно было включить, и тем самым активировал Глэдос. С момента ее смерти ее сознание постоянно воспроизводило последние две минуты жизни, вплоть до момента, когда Чел уничтожила ее. И первое, что она увидела после активации, снова Чел. Искусственный интеллект сразу же раздобил Уитли, а Чел ждала та же участь, что и ранее, бесконечный цикл тестов, пока Глэдос восстанавливала объект всеми силами. Однако, условное заключение Чел продлилось недолго, так как Уитли благодаря запасным запчастям смог отремонтировать себя и помог девушке сбежать с тестовой камеры. Скрываясь от Глэдос в зонах технического обслуживания, Уитли созрел план, как сделать Глэдос безоружной. Нужно отключить создание нейротоксина из защитных турелей. А в это время Глэдос начинает разработку двух роботов для тестов, Атласа и Пи-Боди, по завершению которых Глэдос планирует избавиться от Чел, так как по сути она больше будет не нужна. Но тем временем, уничтожив трубопровод, по которым доставлялся нейротоксин, а также испортив производство турелей, Чел и Уитли снова попали в центральную камеру с Глэдос. Здесь Чел инициирует передачу объекта ядру морали, то есть буквально заменив Глэдос на Уитли. Это означало, что теперь Уитли отвечал за весь объект, а не Глэдос. После, радостный Уитли вызвал лифт, чтобы доставить Чел на поверхность, но новообретенная власть и сила, кажется, вскружили ему голову. Он поместил искусственный интеллект Глэдос в картофелину, а Чел обвинил в том, что она с ней в сговоре. Глэдос в этот момент вспомнила, кто такой Уитли. Он всего лишь был модулем глупых мыслей, этакий дурак, специально созданный, чтобы, будучи подключенным Глэдос, генерировать бесконечное количество идиотских мыслей. Из-за такой предъявы Уитли приходит в ярость, все отрицая, и сбрасывает обеих в шахту лифта вместе с самим лифтом. Спустя время Чел, придя в себя, наблюдает, как птица уносит картошку с Глэдос, а после, оказавшись на нижних этажах старого комплекса Aperture Science, проходит испытание, попутно прослушивая старые записи Кейва Джонсона, бывшего директора компании. Спустя время Чел удается найти Глэдос, и героиня, кажется, прониклась к искусственному интеллекту, поэтому соглашается на ее условия – Чел помогает Глэдос, а Глэдос поможет Чел выбраться из комплекса. Девушка присоединяет картошку к своему портальному устройству и продолжает идти по старому комплексу. Но, услышав запись голоса Кейва Джонсона, Глэдос обнаруживает скрытую глубоко в себе личность Кэролайн, верной помощницы бывшего директора, из-за чего в Глэдос, кажется, пробудилась человеческая натура, что немного, но все же смягчило ее суровый характер. В конце концов, героини возвращаются в переоборудованный Уитли-центр развития. Уитли, взяв контроль над комплексом, начинает проводить свои безумные испытания на основе неумело собранных им разработок Глэдос. Комплекс потихоньку начинает разрушаться, ведь вместо поддержания его жизнеспособности Уитли создает помеси турелей и кубов. Дело в том, что желание к тестам осталось как побочный эффект подключения Уитли к центральной системе искусственного интеллекта, и если испытуемый выполнял задания, искусственный интеллект получал поощрение, эндорфины для роботов, если будет удобней. Но если испытание проходило слишком долго или не заканчивалось успехом вообще, у Уитли появлялся своеобразный непроходимый зуд. И вот именно поэтому Уитли начал создавать бесполезные франкентурели, в надежде, что они смогут успешно проходить испытания. Вернувшись в комплекс, Уитли сразу же направил чел на очередное прохождение тестов, но, как я уже сказал ранее, комплекс начинал рушиться из-за бездействия Уитли. Начал плавиться реактор, но новоиспеченный глава просто не понимал, как эту проблему решить, поэтому всего лишь напросто отключил оповещение, в надежде, что все пройдет само собой. Уитли, понимая, что чел невозможно контролировать, даже по итогу пытался избавиться от нее, но ей получилось ускользнуть, и она направилась в его логово. Но Уитли хоть и дурак, но, видимо, не полностью, потому что он много раз анализировал битву, когда чел уничтожила Гледас, поэтому и он подготовился. Однако у девушки было секретное оружие, Гледас в картошке. Она-то и подсказала, что можно спровоцировать новую передачу ядра, для этого лишь требуется прикрепить к Уитли несколько глючных модулей. Поэтому, добравшись до центральной аппаратно-искусственного интеллекта, чел, как и обычно, хитрости получается прикрепить к Уитли модули, конечно же, с помощью Гледас. Система сразу же обнаружила, что и Уитли поврежден, поэтому и начался процесс передачи ядра. Оставалось лишь нажать на кнопку подтверждения замены модуля, но оказывается, что Уитли заминировал ее, и чел взрывом отбросила на несколько метров назад. Сбитая с толку девушка осмотрелась вокруг и заметила, насколько близок к краху научный центр в результате пренебрежения Уитли к технике безопасности. И воспользовавшись разрушением крыши, чел делает выстрел из портальной пушки, создавая портал на Луне. Вакуум всасывает как чел, так и Уитли. В это время Гледас каким-то образом самостоятельно производит замену модулей и выбрасывает Уитли в открытый космос, предварительно схватив девушку. Гледас возвращает чел обратно на землю через портал и закрывает его, а после все же решает отпустить ее на свободу. Ведь у Гледас теперь есть Атлас и Пи-Боди, а значит нужда в чел отпала сама собой. Искусственный интеллект все же сдержала свое слово и даже устроила для чел пышные проводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В данном ролике мне помогал замечательный парень с официального дискорда по вселенной Half-Life и Portal. Как видите, сервер переживает не лучшие времена. Пожалуйста, поддержите русскоязычный фандом по этой вселенной. Ссылку на сервер я оставлю в закрепленном комментарии. И спасибо тебе, что посмотрел данный ролик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok